В Российском военно-историческом обществе прошло совещание по итогам конкурса на лучший проект мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительного рубежа в Чувашии. Напомним, победителем конкурса признали творческий дуэт скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На встрече делегация из Чувашии обсудила вопросы строительства мемориала. Проект мемориала в селе Байгулова, посвященный строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 1941-1942 годах, уже опубликован. Он состоит из 38 стелл, каждая символизирует участок длиной 10 километров. Известно, что весь сурский рубеж был протяженностью 380 километров. На этих стеллах планируется сделать перфорацию на муковых панелях, чтобы была и вечерняя подсветка, чтобы какие-то элементы светились, то есть как лайтбокс, чтобы и днем, и ночью этот памятник воспринимался ярко и эффектно. Авторы отмечают, что тема трудового подвига им близка и понятна. Но именно в нашем варианте их привлекло предлагаемое расположение будущего мемориала, возможность использовать ландшафт. Байгуловские просторы вдохновили и других участников конкурса. Когда объявили конкурс, как ни странно, по крайней мере для меня, там из 13 работ 10 были архитектурные. То есть когда художники увидели то пространство, которое там есть, все поняли, что это должно быть что-то очень крупное и скорее символичное, нежели какое-то художественное решение прямо в лоб. На встрече обсудили реализацию проекта, обязательства сторон, сроки, последовательность действий. Для того, чтобы создать мемориальный комплекс к 80-летию строительства, то есть к концу октября, необходимо иметь четкую дорожную карту. Нужно детализировать вот это все, понять, что мы в этом году успеваем, не успеваем, а что делать с музеем. То есть это возможно реализовать в эти сроки. Несмотря на то, что при поддержке российского военно-исторического общества создается до 40 различных памятников в год в строительстве нашего мемориала, они заинтересованы не меньше, чем республика. Монументальная пропаганда была и остается одной из самых действенных форм патриотического воспитания. Мы стараемся создавать не просто памятники, мы стараемся создавать центры притяжения, места силы. Каждый памятник отдельно благоустраивается, привязывается к какой-то территории. Мы стараемся, чтобы даже это благоустройство полностью соответствовало тематике места, где он установлен, тематике того, кому или какому событию памятник установлен. И даже на примере Ржевского мемориала, когда за первые четыре месяца более полумиллиона человек посетило это место, мы уже понимаем, что это невероятно востребовано. И да, авторами Ржевского мемориала, который открылся прошлым летом и вызвал столько интереса и внимания, тоже были Константин Фомин и Андрей Коробцов. Так что можно быть уверенными, памятник строительству сурского и казанского браднительных рубежей в Чувашии тоже не останется незамеченным. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика, из Москвы.